Привет, солнышко! Я очень рада видеть тебя на своем канале. Сегодня в Токи вышло новое обновление, это Звездный Стадион. Эту локацию уже давно слили на взломе, еще две недели назад, и только сейчас она вышла на официальной Токи. Но несмотря на это, я все равно хочу посмотреть локацию и сделать на нее детальный обзор для тех, кто думает покупать ее или нет. Заходим в магазин. Как видите, эта локация стоит 279 рублей, но на андроиде чуть поменьше. Локация двухэтажная, это очень классно, давно нам не давали такие большие локации. Эта локация связана со спортивными играми. Тут есть футбол, регби, забег, даже киберспорт и другое. В общем, все для любителей спорта. Вот такие картинки нам предоставляет Тока, но давайте все-таки посмотрим, как эта локация выглядит на самом деле. Так что перемещаемся прямо в нее. Новая локация находится вот в этом городке возле университета. И, кстати, я извиняюсь за такое качество, которое будет все видео, потому что я снимала на другом устройстве. Здание выглядит очень красиво и презентабельно. Как я уже сказала, там будет два этажа. Ну что ж, давайте зайдем и посмотрим, что же из себя представляет эта локация. И первое, что нас встречает, это вот такой, по всей видимости, магазинчик. Тут находится вход, и хочу обратить внимание, что сюда пускают только по билетикам. Эти билетики, к сожалению, нигде не раздают, но они вот тут возле входа разбросаны. Если поднести билет к этому автомату, то проход откроется. Мне кажется, очень классно, что разработчики добавили такую возможность. Рядом находится вот такой мальчик в классной шапке, а возле него дуделки, в которые можно подудеть, и они будут издавать разные звуки. Я не знаю, магазин это вообще или нет, потому что нигде нет кассы, но, наверное, все-таки их можно купить. А выше находится корзинка с мячами. Здесь находятся футбольные мячи разных цветов и также мячи для регби. Регби, если я не ошибаюсь, это такой американский вид спорта. А еще выше находится автомат с энергетиками, их всего два вида, и я дала попробовать вот этот желтый энергетик персонажу. Я не ожидала, но добавили новую эмоцию, когда даешь персонажу этот энергетик, он высовывает язык. Это очень классно, и мне понравилась эта новая анимация. Ну а если дать второй энергетик, такой голубо-фиолетовый, то ничего не произойдет. Точнее, персонаж покажет старую анимацию. Ну а на последнем столике находятся плакаты, которые можно куда-нибудь повешать, например, к себе домой. Все эти плакаты абсолютно новые, за исключением одного плаката с ленивцем. А также здесь стоят две фотографии с автографами. Видимо, это какие-то известные футболисты или спортсмены. А на вот таком большом стеллаже находятся разные вещи с любимыми командами. Я бы даже сказала, что это мерчи. В каждом наборе находится игрушка, кепка, одежда для взрослого и для маленького, маска, которая очень классная. Также рука, которую можно надеть, кружка и бутылка для воды. Двигаемся дальше. Здесь находится место, где берут интервью. Тут сидит вот такой чутик в виде мяча для регби с прикольными очками. А внизу, кстати, есть вот такие стулья, которые можно складывать. На столе стоят два прикольных микрофона и бутылка с чем-то. А еще, если вы хоть раз смотрели какой-нибудь спорт по телевизору, то я думаю, вы знаете, что там везде одна реклама. И разработчики тоже решили сделать рекламу в виде логотипов локаций. Ну-ка попробуйте посмотреть на эти логотипы и написать в комментариях, сколько локаций вы здесь узнали. Я еще решила переодеть этого чутика и посмотреть, вдруг у него тоже необычное тело. Но, как казалось, у него оно абсолютно обычное. Дальше находятся разные награды для разных видов спорта. Даже есть медали. В общем, сами можете посмотреть. А еще тут стоит девочка в очень красивой одежде с маской и билетиком. Дальше у нас идет лифт, внутри которого нарисовано, что находится на этажах. А дальше идет раздевалка для спортсменов. Тут находится очень много разной одежды. Я решила вам быстренько ее все показать. Есть одежда для разных команд, для разных видов спорта. Даже для тренера есть. Ну и остальных участников. Дальше находятся шкафчики. Их довольно много. Стоит вот такой старый компьютер, который уже есть в Токии. Но в шкафчиках верхних практически ничего нет. Только в предпоследнем находится очень классный телефон в виде единорога. Мне кажется, он многим понравится. Ну и также черный кошелек с карточкой. Еще во втором шкафчике висит вот такая очень красивая одежда. А еще тут лежит какая-то новая еда. Я, честно, не знаю, что это. Я подумала, что шоколадка. Но, как видите, это не шоколадка. Также тут вот лежат разные полотенца. Но вроде бы они все уже были в Токии. Вот так выглядит туалет в этой локации. Он весь такой черный. И, кстати, мне нравится то, что здесь есть кнопочки, на которых можно нажать и пойдет душ. А еще в этом туалете новая анимация. Просто посмотрите. Ну а с раковиной тут решили поэкспериментировать и добавить ее вниз. А дальше идет мое любимое место в этой локации. Это кабинет. Ну, наверное, директора. Мне очень нравится вот этот шкаф, на котором стоят фигурка, разные фотографии. И на пробку на доске разные картинки, которые я бы хотела забрать себе домой. А если нажать на эту стрелочку вверху, которую я даже и сначала не заметила, то выйдет доска, на которой можно рисовать. Тут можно нарисовать стратегии против своего соперника, чтобы выиграть. Можно стирать, рисовать двумя разными цветами и также выбрать поле, которое вы хотите. А еще тут есть фишечки четырех цветов, с помощью которых можно обозначить игроков. Блин, это очень классная идея. Спасибо большое разработчикам, что они добавили такую доску. И теперь минуточку. Просто послушайте звук, который издается, когда вы рисуете на этой доске. Еще оказывается, что эти картины тоже можно к пробковой доске прикреплять. Но за столом сидит уже сам дяденька, я не знаю, кто это. Вот его кружка. Сзади него находятся разные книги и также кнопка. Если на нее нажать, то откроется потайная дверь. Здесь находится много его денег, зеленый алмазик и также еще одна секретка. Я долго думала, что это означает, но потом поняла. В общем, нам нужно сделать ночь, а потом вернуться к этому автомату с энергетиками. И здесь появятся вот такие выпуклые кнопки, на которые нужно будет нажать. А здесь у нас спрятался еще один ленивец. Наконец-то у нас теперь будет новый ленивец в коллекции. Это вот такой ленивец-футболист. А также здесь вот такой алмаз очень красивого цвета. Ну вот и все. Мы изучили весь первый этаж, так что теперь предлагаю подняться на второй. А на втором этаже нас уже встречает само футбольное поле. Вау! Только посмотрите, тут уже есть игроки. Давайте пойдем влево. На этом поле, кстати, также есть реклама. Здесь уже сидят два болельщика. Вот такой дедушка и подросток. Кстати, у них очень прикольные головные уборы. Тут есть вот такой телевизор, на котором можно поменять то, за кого болеют. Это очень классно. Вот такой милашный котик. Ну а дальше находится очень много компьютеров. Как я понимаю, это для киберспорта. То есть, когда соревнуются в компьютерных играх. А если их убрать, то получится танцпол, на котором можно устроить настоящую дискотеку. Еще тут есть кнопочка, с помощью которой можно включить телевизоры, где будут показываться разные программы. Идем дальше. Здесь находится еще один телевизор, на котором можно поменять поле. Представляете? Тут есть футбольное поле, поле для регби, обычная трава. Также поле для бега, для забега, чтобы персонажи бегали на время. И просто земля. Если честно, я не знаю, для чего это. Также тут есть счетчик, который можно изменять. И таймер. С этой стороны сидит, как я понимаю, грепортер. Кстати, у нее очень красивая одежда. Ну и тут также можно менять болельщиков. А еще тут сверху находится вот такой прикольный попугай. Дальше находится небольшая кафешка. Здесь сидит чудик в виде футбольного мяча. У него, кстати, тут хот-дог недоеденный. Тут стоит продавец вот в таком вот костюме. И, кстати, в этой кафешке добавили некоторые блюда новые. Например, вот такой хот-дог. И еще вот этот фастфуд. Я вообще не знаю, что это. Но когда персонаж съедает, он корчит рожицу. Также тут есть автомат с мороженым, который персонаж съедает вместе с тарелкой. Ну ладно, упустим это. В общем, тут есть три вида. Ванильная, клубничная и черничная. Ну и также попкорн. И эти энергетики я снова дала попробовать персонажу. Но, как видите, никакой эмоции у него не было. Поэтому, скорее всего, та анимация была только у того персонажа. Это очень грустно. Я думала, уже у всех такая эмоция будет. Ну а за энергетиками находится вот такой вот кристаллик, который светится в темноте. Кстати, спасибо, что напомнили. Я забыла включить день. Ну и последнее, что находится в этой локации, это полочки с инвентарем. На первой полке находятся предметы для регби. На второй полке инвентарь для футбола. Здесь находятся всякие флаги, конусы, мечи. Еще какая-то штучка. А, до меня только сейчас дошло. Это, в общем, штрафные карточки. Желтая и красная. Еще вот такой свисток есть. Прикольно. Правда, персонаж не свистит. Дальше находятся спецэффекты. Первый спецэффект это конфетти для празднования. А второй это очень сильный дым. Не знаю, зачем он нужен, но ладно. Дальше находится вот такой вот стенд, на котором награждают победителей. Туда можно поставить персонажа. Дальше цветные коляски. Ну и еще какие-то предметы. Кстати, очень классные биты. Они с разным дизайном. Потом еще какие-то биты или что-то, я не знаю. И также вот такой вот кейс, в котором находится новый крампит. Посмотрите, какой он прикольный. И также у него тут есть алмазик. И последняя полочка. Здесь тоже находится какой-то инвентарь. Честно, я не знаю, для чего это вообще надо. Но, скорее всего, это для бега. Для забега. Еще вот такие палочки. Я знаю, что они нужны для прыжков. Правда, персонаж их очень странно держит. По-моему, он должен не так их держать. Ну что ж, ребятки. На этом мое длинное видео подходит к концу. Еще раз хочу показать вам эту локацию полностью. Честно, мне очень понравилась эта локация. Но я не стала ее покупать. Как видите, я снимаю с другого устройства. Со взлома. Да. Потому что, честно, для меня эта локация ненужная. Я точно не буду ничем этим пользоваться. И мой персонаж, скорее всего, не начнет болеть за какую-то футбольную команду. Но для тех, кто этим увлекается, мне кажется, это очень крутая возможность. Так что я поставлю этой локации 10 из 10. Тут вы уже сами решаете, покупать ее или нет. Не забывайте писать также свое мнение и оценку в комментариях. Я обязательно все прочитаю. Ну а на этом все. Надеюсь, что вам понравилось мое видео и мой обзор. Всем спасибо за просмотр. Всех люблю. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok